Продолжаем играть на Чизкоме. Тот же соперник. Национальный мастер из Филиппин. Мы играем белым и дебют рэйти. Основной ход здесь Е6, потому что на C6 Конь Е5 там есть некоторые конкретные неприятности, но он слон Ф3. Объективно он, конечно, совсем так себе, но для Блиц это неплохое решение. Потому что черные сразу избавляются от большинства здесь сложных стратегических проблем. Ход конь Д7 означает, что после ЦД уже будет не так выгодно, а ЕД, по идее, должно давать перевес белым. Поэтому попробуем ЦД. Да, ЕД сыгран на конь С3. Вот идея белая в том, чтобы Е4 провести. Может быть слон Ж2 Е4. Потом Б4 это уже странный ход. Что на ФБ3, ФЕ7. Наверное, ничего плохого для черных не происходит. Можно сразу в ходе Е4 провести. Давайте. Так и сделаем, наверное. То есть, характерная структура. Весь вопрос здесь обычно в том, спеет ли черные удачно напрыгнуть своими фигурами. И не исключено, что в данной редакции могут и успеть. Может быть не надо было все-таки сначала в СНЖ2 пойти. С другой стороны, особых поводов для пессимизма не должно быть. Фигуры расположены нормально. Можно пойти ФБ3. Там правда слон С5. Диагональ всегда очень боевая. Для черных. И... Правда там я могу на Б7 взять. Не могу сказать, что мне это сильно нравится. Не в моем... Не в моем стиле придать такие пешки в блице. Но... объективно может быть сильно. Да, я все-таки ФЕ2 пойду. Когда ход был... Ну, понадежнее выглядит. С Д3. Да, наверное надо было... воздержаться от надежных ходов и делать ходы сильные. К сожалению, ход ФЕ2 таковым не был, скорее всего. Да, хоть менясь и на Д3, но там получается равенство. Времени с другой стороны немного. Владят Д1 еще есть ход. Ну, да, Владят Д1, кстати. Может быть, сохраняет какие-то шансы на более живую борьбу. Потом можно взять на Д8. Это не должна быть плохая позиция для черных. Слишком они активны. Но... Хотя бы сразу все не меняется. Потому что, если брать на Д3, у меня такое ощущение, что там... никаких шансов на переезд. Еще можно при... не очень аккуратной игре получить хуже, на самом деле. Причем, на самом деле, это касается и этой позиции, в том числе. То есть, я не уделюсь, если она в пользу белых, объективно, но... легко можно в блице упустить, недооценить прыжки этих коней и сразу получить хуже. У нас на Л7, конь Б2. Что это за позиция? Ладья Б1, Ладья Д2. Это не очень выгодно для меня сыграть, но Д4. Теперь, если у нас обойти Б3, потом Е5, то все это начнет, конечно, двигаться. Довольно приятной для белых манеры. Но обратите внимание, что уже с показаниями часов совсем беда у меня. И это, безусловно, будет сказываться. Наверное, возьму на Б6, потом сыграю Е5. Я не знаю, сколько это дает шансы на перевес, но... Перестало мне нравиться то, в каком направлении развивалась борьба. Не очень понял, зачем спроник взял на Д7. Теперь у меня дополнительные возможности появляются. Е5 я, конечно, сыграл бы в любом случае, но вот здесь ладья сразу на Д7 езжает. Не исключено, что даже не испытая на разный цвет у белых ощутимый перевес тут. Надо брать коня, видимо, ладья Д7, слон С5 и на ладья Б7 и ладья Д8. Такую вот активную игру искать. Слон Д5, слон Д5, по идее, не должно большой проблем доставлять. Но ладья Д8, в крайнем случае, слон Ф7, хотя есть еще коня Ф4, на которой, скорее всего, сильнее, кстати. Надо брать на Д5. Мне надо подумать, сразу ли брать на Д5 или коня Ф4 включить, вот непонятно. Ну, не буду заморачиваться, тем более здесь сразу ладья Д7 грозит, наверное, это важнее. Теперь хочу пойти король Ж2 и конь Е4 и сбить этого слона. Или кунь А4. Кстати, большой вопрос, где конь расположен лучше? Ладья Д8. Логично. Теперь подраживает слон Б4, поэтому защищусь от этой угрозы. Так, черные, правда, успеют сыграть король Е6. Это довольно плохо для меня, то есть надо вести короля в центр срочно. Да, немножко больше здесь контр-Р, получается, чем, по идее, я мог допустить. Конечно, у белого сохраняется перераз, то есть король приходит на Е4. Видимо, надо играть Е5, я возьму. Опять сам сыграет, по ней в 4 и конь Е6. Не знаю, насколько это технично, но тут уже, как говорится, не дожирует 22 секунды на часах. Да, по идее должно быть выиграно, но позиция, конечно, осложнилась. Надо как можно быстрее протаскивать пешку вперед, и короля следом за ней. Еще не исключено, что уже выпустил этот решающий перевес. Так, как один ладья осин. Ну, и сейчас, если будет возможность, то заповторяюсь. Позиция у нас остается выигранной, но не так важно при таком количестве времени на часах. Да, ну, кстати, часком не фиксирует сам повторение ходов, что для меня стало неприятной неожиданностью, но, к счастью, успел. Всем спасибо за внимание.